Здравствуйте! Это программа «Щекотливый вопрос». Меня зовут Катя Сергеева, а разобраться во всех щекотливых вопросах мне и вам поможет профессор-сексолог Лев Щеглов. Здравствуйте! Моя профессия связана исключительно со щекотливыми вопросами, а на один из них попробуем вместе с вами дать сегодня ответ. За этой дверью кабинет профессора-сексолога доктора Щеглова. Сегодня к нему снова пришел пациент, чтобы рассказать о своих проблемах в интимной сфере. Мы не покажем вам лица этого человека, но позволим подслушать его историю. Давайте заглянем и посмотрим, что там происходит. Доктор, у меня вот гложет такая проблема. С женщиной живу уже почти год. И мучает вопрос. Мне кажется, что она как все. Как все те, которые у меня были. Ну, я просто, у меня отношение к браку такое. Я очень ценю семью и весь вот то тепло семейное. А мне кажется, она и та, которая вот может запросто ей переспать с другим мужчиной. А вы думаете о браке? Да, да. Так. Ну, и почему вам так кажется, что она как все? Ну, мне кажется, что у нее для нее было много мужчин. И мне просто важно, чтобы я был первым. Вам важно подобрать невесту, будущую жену, которая девственница, да? Да. А почему это важно? Ну, чтобы она была только для меня. И то, что я у нее был единственный. А не какая-то вещь бывшего употребления. Ага. Ну, вот ваш опыт каков, расскажите. Вам сейчас сколько лет? Мне 28. 28. Вы когда начали сексуальную жизнь? Лет в 17. Лет в 17. Это что было? Влюбленность? Что? Да нет, я так особо не задумывался. Это как, ну... Компания? Да. Алкоголь? Да, да. И его нет. А вот то, что сейчас, я уже понимаю, что мне нужны серьезные отношения. Сейчас, да, секундочку. Ну, вот с 17 и до 28, как она складывалась? У вас было много каких-то коротких таких романчиков? Или там с какой-нибудь женщиной, скажем вы, пару лет жили там? Вот как происходило все? Не, ну, длительных отношений не было. Было все. Не было. Там, неделя, там, или лето, вот, куда ему съездить отдохнуть. Угу. С какой-нибудь девушкой. Ну, так, чтобы о семье я не задумывался. Так. А вот сейчас я понимаю, то, что его устраивают все. Она как бы подходит на роль жены. Да, да. Кроме? По всем? Кроме чего? Ее девственность вообще, мне кажется, то, что она, уже вступив со мной в акт половой, она была, не была девственницей. Хотя утверждает, конечно, что я у нее первый. И вот еще момент такой, что она врет мне. То есть она утверждает, что она была девственницей. Да, да. У нее первый мужчина. Да. А вы уверены, что это неправда? Да. Почему уверены? А потому что крови-то не было. При первом контакте крови не было? Да. Она человек вообще правдивый или немножко лживый такой? Да нет. В принципе, я ее на лжи никогда не ловил. А почему же обязательно здесь лжет? Ну, потому что я вижу, я знаю то, что при половом сношении на простыне вот кровь должна быть. И, ну, чувствую. Я же... Да, и не почувствую. Да, да, да. Ну, и вот что на эти как бы супераргументы, что она говорит? Ну, вот вы же ей тоже, наверное, говорите. Зачем же ты меня обманываешь, когда вот так ничего нет? Ну, она вообще глянется то, что я у нее единственный, первый. Ну, вдруг она действительно имела до вас какого-то молодого человека. И вдруг она посчитала, что для вас это очень важно и немножко искажает факты. Ну, и что? Ну, мне она не нужна. Зачем она мне? Я как представляю себя на с кем-то. Так вообще... Ну, это же до вас было. Так и что? Ну... Она должна быть только для меня. Мало ли, любовь была. А почему у вас было много связей до нее? Ну, я мужчина, и считаю то, что мне... Ну, я просто и общался с теми девушками, для которых это не было вот так вот серьезно. А для меня это серьезно. То есть ваши все предыдущие, если так можно сказать, встречи, это были какие-то, на ваш взгляд, легкомысленные девчонки? Да. Доверие невызывающее? Ну, конечно. На невесту никто не годился? Нет. А тут вот все годится, кроме этого, да? Да. Ну, хорошо. А как бы вы поступили, если бы вы узнали, Бог с ним обманывает, не обманывает? Ну, ей сколько лет? Ей 21. 21. Ну, мало ли, вдруг два, там, три года назад была юношеская любовь, и очень серьезно она относилась, и даже думала о браке, а потом распалась. И была у них интимная связь. Да, вас два года назад, три года назад. И что, это как бы уже дефектная она немножко, или что? Ну, да, вот у меня и сколько примеров есть, когда вообще, ну, человека и там психика ломается, вот у меня брат есть, уже третий развод, и весь нервный, и просто, ну, один раз, если развелся, то есть второй раз разведешься. Ну, это говорит о несерьезности человека. То есть брак должен быть стабилен. Да, стабильен, крепок. Раз и навсегда. Да. И он гарантирован тем, что женщина имеет единственного сексуального партнера, своего жениха, потом мужа. Вот так? Да. Может быть, вот теоретически, предположим, один процент из ста, что ваша невеста говорит правду. Такое теоретически возможно... Ну, теоретически, ну, конечно, все возможно. Расскажите, пожалуйста, немножко о вашей семье. Папа, мама. Как я понял, старший брат как раз вот ведет ту жизнь, которая вас пугает. Третий брак. Она не пугает, а мне просто не нравится. Она мне неприятна. Ну, а папа, мама как? Ну, они вместе уже 40 лет. Так. Ну, были, конечно, скандалы семей, но они как-то так разрешались. Никогда люди не расходились. То есть они вот решили вместе быть и живут. А вот, извините, такой вопрос, может быть, немножко странный, но теоретически, естественно. А вы считаете, что вот как вы думаете, ваша мама, когда выходила за отца замуж, она, он был ее первым мужчиной. И единственное все эти 40 лет, как вы думаете? Я думаю, да. Ну, я, конечно, у меня нет достоверных сведений, но я уверен на все 100%. Так может быть, нет или все-таки да? Да, да, я знаю своего отца. Он очень, у него очень такие устои, понимаете ли, правильные. Правильные. И вы, в принципе, как бы, ну, естественно, со своим наполнением, но внешне хотели бы повторить вот отца и мать, да? Да. А старший брат уже все-таки как бы подгадил, да? Ну, это его личное дело. Естественно. Но у него не получилось повторять? Да, ну, у него не получилось. И поэтому я не хочу, смотря на его жизнь, повторять его ошибки. Хорошо. Ну, а какие, в общем-то, мысли у вас были в отношении перспективы, вот, у вас с невестой? Вы пришли просто посоветоваться? Или вы внутри себя решили, нет, все-таки если еще раз утвержусь в том, что у нее были мужчины, нет, она не может быть женой? Или же вы пришли сюда, чтобы вот подумать? Есть у вас готовые для себя рецепты? Или вот вы сомневаетесь, как вам быть? Я сомневаюсь. Я к ней очень хорошо отношусь. Ну, вот этот момент, конечно, я стараюсь об этом не думать. Ага. Ну, как-то... Оно само думается? Да. Отвлекаюсь от дел. Это очень мешает. То есть это вас изнуряет буквально? Не сплю иногда, сон пропадает. Не ем. Настроение, да. Да, да. С кем-то обсуждали вы это? Друзья, может быть? Ой, никому не говорю, потому что не хочу, чтобы вам о нее подумали как-то. Она, как вы считаете, с кем-то обсуждает? Родственники, подруги? Она, может быть, конечно, какие-то близкие подруги или с родителями. А вы часто все-таки вот с этой темой к ней все-таки? Ну, вот признайся, ну, хватит обманывать меня. Или это так? Стараюсь не часто, но получается часто, что кому-то возвращаешься. Вряд ли ей радостно. Ей не радостно. Ну, если не радостно, то... Ну, она меня тоже любит. Хорошо, Максим. Давайте так. Мы обсудим вашу проблему. Она решаема. Никаких самостоятельных движений пока вы не совершаете. А в следующий раз мы будем с вами намечать программу действий и, возможно, вашей будущей семьи. Ну, я безумно вообще зла, раздражена. Если бы у меня была сковородка, сейчас бы я туда ворвалась, и этому Максиму бы этой сковородкой так настучала вообще. Почему? Ну, потому что это какое-то поведение, мягко говоря, неприличное. Человек, который с девушками там, значит, проводит по неделе, еще будет мне тут выступать и говорит, что ему подавай девственницу. А если она не девственница, то все в жены, значит, мы ее не возьмем, потому что она, как он там сказал, бывшая в употреблении. Вот на себя пусть посмотрит тоже мне бывшая в употреблении. Сам там, впрочем, уже такое бы у. А это не есть отражение того, что надувает современная культура? Быстрые короткие связи, резвись, наслаждайся. А вот жениться он хочет на совсем другой барышне. А что в этом ужасного? Современная культура вроде как ничего такого про женить на барышне-девственнице не насаждает. Так это реакция. Это реакция на то, что я не хочу жениться на той, которой вот... Да, я сам хорош в понедельке, но ведь со мной кто-то был из женского пола. И вдруг они все такие, а я не хочу, чтобы моя будущая жена была вот такова. Нет, ну это какое-то просто такое сказочное свинство называется. Потому что, знаете, завтра придет его жена и скажет, «Знаете, что ты у меня муж какой-то? Большое употребление очень. Как-то не подходит мне. Надо бы его выгнать в шею. Возьму себе нового, почище, хорошего». Нет, ну... Так мы далеко зайдем вообще. Гнев понимаю, но только ведь не он один виноват. Это ведь как бы реакция на ту замечательную жизнь, которая есть. Мне так кажется. Ну, знаете, тут надо вот на мой вкус определиться. Либо ты ведешь такую жизнь, потому что если бы он сказал, да, «Я жил там затворником в монастыре, вот вышел, значит, одухотворенный мне 29 лет, хочу девственницу, как бы, вот такой же чистую и непорочную, как я». И что, тогда хочу девственницу менее нелепо? Тогда менее нелепо, потому что тогда человек имеет определенные, да, свои конкретные моральные устои, которые он блюдет, да, и хочет человека с аналогичными моральными устоями. Когда человек гуляет днем и ночью, говорит, «А я вот не хочу, что-то она какая-то такая...» Устал, наделал ошибок. Мне кажется, что если бы он сказал, «Я устал, я наделал ошибок, я был так неправ», я бы так не орал. Но когда человек приходит и говорит, «А что, я-то уже нормально там, все, погулял, что-то мне поднадоело гулять, теперь хочу вот так». Послезавтра он уже вот так не захочет, скажет, «Ой, что-то мне вот не нравится, пойду еще погуляю». Да гуляю, приду, да, посиди здесь. О чем, на ваш взгляд, это свидетельствует? Просто о его таком дурном вкусе, плохом воспитании? Дурном воспитании, да, это в первую голову. А во вторую голову о том, что вот совершенно человек не сопоставляет себя с реальностью, по-моему. Потому что вот большего бреда я уже давно не слышала, потому что когда человек говорит, «Мне женщина подходит как жена, но она не девственница», год они живут, нормально, у него через год дошло, что она не девственница, сделала открытие. Сидит, переживает, не может есть и спать, бедный человек вообще. Да, это утрированный вариант. Ну, а согласитесь, скажите, пожалуйста, как вы считаете с точки зрения продвинутой молодежи? А вот такой же господин, как Максим, желает жениться, встречает молодую женщину, которая ему нравится, и узнает, что у нее было 184 партнера. И чего? Это не важно? Вот 184 было партнера или 6? Зависит от человека, важно ему или нет. На мой вкус это не важно, потому что люди могут встретиться, да, мы же не знаем, что там за женщина, да, может быть, это влюбчивая женщина, которая всех там своих... 189 раз влюбчивая? Почему нет? Может быть, женщина влюбляется, ну, бывает такая ситуация. Ну, 189 понятно, да, что, но бывают ситуации, когда не будем показывать пальцами женщины, не влюбчивая, а недолеченная, получается. Это я не знаю. Но если женщина, понимаете, тут тоже, вот он начинает там на брата своего кивать, там брат три раза был женат, все уже, значит, брат отрезанный ломоть, уже вообще просто прожил жизнь зря. Это его оценки, они немножко нелепые, его оценки, но согласитесь, что сам факт. В общем, ничего худого нет. Брат третий раз бросает семью, не получается, не хочу так. А женщины, которые прыгают из койки в койки, не хочу на такой жениться. Что в этом как бы... Человек на этом зацикливается. То есть мы не знаем там эту девушку, да, но судя по тому, что он там про нее рассказывал, девушка достаточно спокойная, и вряд ли она прям такая из себя Пэрис Хилтон, что она там на столах танцует и падает, значит, в объятия встреченных барменов. Ну, это маловероятно. Не факт, что она, собственно, до него с кем-то и была. Это мы тоже не можем... О, здесь есть второй вопрос, да. Как вы считаете, она обманывает его? Я там как бы и говорил, даже если и обманывает, зная его особенности, в этом нет ничего чудовищного. Ну, вряд ли она такая вот прям клиническая идиотка, что она не знает прям симптомов, значит, потери девственности. А почему же их нет? Распространение. Почему же их не было? Я думаю, что вы как специалист лучше на этот вопрос ответите. Но в специальной литературе я читала, что и такое возможно у женщин, которые занимаются спортом и так далее, что возможно, что, в общем, это никак не связано с какими-то половыми воспитаниями. Это женщина бедная, я бы на ее месте вообще от этого Максима бы бежала уже подальше, потому что он задолбает ее, как в моем любимом анекдоте. Как, помнишь, бабка с деткой, как вспомнишь, и не девкой взял. Вот это у них будет просто через 80 лет, он будет ей лупасить, там, полбу сковородкой кричать, вот как вспомню, переживать. Ну, куда? Да не надо это все. Потому что человек, который способен противопоставить свой какой-то вот дурацкий совершенно бессмысленный загон, поставить вообще на кон вот эту семью потенциально... Для вас он сомнителен в роли будущего мужа. Он вообще для меня сомнительный, какой-то вообще на редкость. Вот редкость на сомнительный Максим. Понятно, не понравился. Абсолютно. Значит, ну вот специалист не имеет права на такую роскошь, чтобы кто-то нравился или не нравился. Скажу так, здесь две проблемы. И первое, это действительно вполне вероятно, что она таки была девственницей. И просто Максим действительно не знает того, чего не знает большинство вообще людей. Что девственная плева, которая является основным свидетельством непорочности и девственности, она бывает 24 видов. Мама дорогая, это даже я не знала. Да. И как с одной стороны, есть случаи, когда девственные плевы невозможно лишить при совершенно нормальных сексуальных характеристиках, иногда обращаются к гинекологу для хирургического иссечения, потому что она плотная, известкованная, особенно когда в позднем возрасте начинают сексуальную жизнь. То с другой стороны, есть действительно те случаи, когда плева анатомически так устроена, что ее отверстия для менструальных выделений настолько велики, что фактически как бы это не пленка. И действительно нет ни крови, ни боли. Мужчины ничего не чувствуют, а для девушки это совершенно точно первый раз. И есть случаи, о которых вы совершенно справедливо упомянули, и они не так уж редки, когда девочки получают некие травмы до начала сексуальной жизни из-за спорта, гимнастика, прыжки, конный спорт, из-за случайных каких-то манипуляций, то есть как бы действительно плева нарушена, а никакой сексуальной жизни не было. И это желательно, чтобы очень многие знали. Поэтому я не исключаю, что она совершенно искренне говорит ему, правда, ты у меня самый первый, а он говорит, а где же вот это вот все? У меня возник важный чувственный вопрос к мужчине. А действительно это ощущается? У нас у девочек как бы нет такого? Чаще ощущается, конечно. То есть это физически мужчина? Это же все-таки некоторая преграда, которую нужно преодолеть. И чаще всего мужчины это чувствуют, если они вообще способны что-то чувствовать. С чем сопоставимо? В этот момент преодоление преграды сопоставимо с тем, когда ты любой частью своего тела что-то преодолеваешь. И в общем... То есть когда бумагу пальцем протыкаешь? Близко, скажем. Аналогично? Вот. Но, конечно, основная проблема – это та его утрированная позиция, которая... Я согласен, что она утрирована, но все-таки она во мне не вызывает такого гнева, как у вас, которую я тоже понимаю. Потому что у него утрировано то, в чем в общем-то, можно сказать, есть суть очень многих мужчин. Разделение – это, конечно, хахамство, можно сказать. Но, увы, культура так устроена, что мужчины и женщины категорически неравноправны. И в данном случае есть такая мужская психология, что женщина, она была когда-то в средние века сформулирована. Потом ее один известный такой Отто Вейнингер, который написал единственную книгу «Полый характер», фантастическую по глубине. В 20 с чем-то лет написал, покончил жизнь самоубийством, трагическая фигура. И он писал о том, что женщина в основном перед мужчиной предстает в двух ликах. Либо это Мадонна, в скобках, мать-сестра. То есть Родина-Мать. Олицетворение всего женственного по отношению к чему сексуальные мысли – это гнусность и ужас, и невозможно. Чистая область. Либо вавилонская блудница. Вот такое разделение женщин на суперсветлая и супертемная. И суперужасно чувственная темная. А жена – это как бы навсегда. Видите, у него какие мысли? Значит, он ее вводит в ранг таких «мать-сестра». Поэтому представить себе, что моя жена, мать моих будущих детей, хранительница моего очага, извивалась с кем-то в потных конвульсиях, я не могу этого себе позволить. Это первое. А значит, с другими извиваться он себе может позволить? Да, потому что он мужчина. А типа, что те тоже за кого-то должны замуж выйти, это его чуть не трогай. Я говорю о том, что корни этого не в том, что он просто какой-то такой неполноценный тип. У него утрировано это, безусловно. Но корни, они психологичны. Второе. Вы знаете, девственность, она же всегда имела символическое очень значение. Очень важное. Что такое дефлорация? Срывание цветка в дословном переводе, да? Значит, откуда вот право барина на первую брачную ночь? Откуда это все идет? Это некий символ чистоты. Вот сорвал цветок, и уже остался засыхающий какой-то грязный корешок. Спасибо. Увы, так устроена мужская психология. Это нехорошо, это нетолерантно, это не модно, это не демократично. Но корни этого там, когда действительно, скажем, вспомните традиции еще совсем, буквально там полвека назад, не знаю, ну век максимум, когда даже продвинутые городские какие-то молодые люди говорили, резвиться мы будем с вот этими барышнями из кафе Шантана, замечательные, продвинутые, веселые, умные. А жену брать поедем в деревню откуда-то. Ну это не нас. Как бы символ непорочности. Да-да-да. Поэтому это не свидетельство того, что он какой-то ужасающий тип. В нем просто усилено... Он ужасно ужасающий. В нем усилено то, что в какой-то степени, в общем-то, в сознании очень многих мужчин. А что делать? Я не случайно вас спросил. Здесь не так все просто. Я думаю, что мужчина, который говорит, что я ее страстно полюбил, а у него было 169 любовников, он вызывает некие подозрения в плане своей интеллектуальной достаточности. А что делать-то вот в нынешнем раскладе? То есть мужчина, у которого было 169 женщин, еще пусть проверится, сходит, между прочим. Так, да. Вот он как бы нормальный, да? Это у него нормальная такая ситуация. Это отвратительно, это несправедливо, но пока... А что делать? Давайте побеждать эту всю историю. Согласен, но просто надо это понимать. Культура пока еще неравноценно вывешена между полами. Давайте сейчас уже зависим. Категорически неравноценно. Потому что как-то, на мой вкус, это не очень правильно, да? Потому что это, а, небезопасно. Конечно, конечно. По нынешним временам. И, б, в общем, ну, неправильно. Потому что, вот я говорю, что может я сейчас заострюсь еще на этой истории, но мне кажется, очень важно именно этот момент проговорить, что мужчины, которые... Других знакомых женщин, да? Которые, возможно, женщины, они устроены по-другому. Женщина, если у нее нормально с головой, она, как правило, влюбляется в своего сексуального партнера. Ну, вот как бы мы так придуманы специфически. Полноценная женщина. Женщина, да. В 169 влюбленностей я не верю. Ну, в 169 я не верю, а там в десяток я верю очень легко. То есть все-таки есть некая логика, да? Что женщина встречает там мужчину, да, она на него смотрит. Мужчина ей интересен интеллектуально, там он хорошо разговаривает, он вообще интересный, у него там внешность какая-то. Она влюбляется, у нее с ним секс, на завтра он говорит, ну, что-то как-то пойду дальше. У меня там еще, знаешь, в списке 168 осталось. 169 я в очередь побежала. Логика, которая должна стать опытом. А что, вот что женщине при этом раскладе делать? Не соглашаться на секс? Разочарована, ужасно, но делаю некоторые выводы. А если выводов нет, то это свидетельство о другом качестве уже. Хорошо, какие выводы делать из этого? Значит, я легкую влюбленность расцениваю как серьезное чувство. А вот по-легкому быть влюбленным можно хоть 585 раз. То есть от секса отказываемся? Ну, это дело вкуса. Это дело вкуса, но... Значит, отказываемся. Это дело личное. Но у других, и это право человека, но у других также есть право это как бы оценивать. Вот нельзя об этом забывать. Что нам делать с Максимом этим? Я бы сказал так. Сковородка его. Я бы сказал, сковородку оставим все-таки для каких-то более конкретных наполнений омлетов. Значит, я считаю, что, конечно, с ним нужна глубокая психологическая работа. Безусловно, его нужно стараться переориентировать. Но мы должны сейчас что-то уже сделать. Он такой тип, который может перемениться после глубокой и долгой работы. А жить ему нужно сейчас и завтра. И его невеста может стать счастливой, а может стать несчастной. Поэтому я думаю, что начнем мы с ним с того, что 100% ваша невеста была девственницей. И объясним ей то, что мы с вами обсудили в отношении разновидностей плевы. Это его несколько смягчит и успокоит. И вот на этом фоне можно стараться несколько его установки переделать. Он сейчас не способен принять то, что у нее могла бы быть сексуальная жизнь до него. Она говорит, что категорически нет, мы будем это жестко поддерживать. А на этом фоне будем стараться переменить его действительно такие очень костные, очень тяжелые взгляды. Ну, если вы настаиваете, то, конечно, ну, давайте так. Хотя я бы на ее месте бы, вот я бы на ее месте, собрала бы вещи свои и быстро вообще вымелась там к нормальному мужу. Вот поэтому вы не с Максимом. Да слава богу. Итак, один из щекотливых вопросов мы сегодня постарались разобрать. Дальнейшие щекотливые вопросы будут нами обсуждаться в следующих программах. До свидания. Пока-пока. Увидимся. Пока-пока.